Добрый день, дорогие друзья! Сегодня в нашей программе Приокский музыкальный клуб автор-исполнитель Дмитрий Лорин. Дмитрий, добрый день! Здравствуйте! Сегодня мы, разумеется, с вами поговорим о музыке, об авторской песне. Но прежде всего, я знаю, что вы подготовили достаточно обширную сегодня программу, довольно много песен сегодня исполните у нас в студии. Давайте мы, наверное, и начнем с вашей первой песни, чтобы зрители познакомились с вашим творчеством. Хорошо. Ты дарила мне город, скамеек, аллей и витрин, будто ты ему дочь, будто я ему вовсе не сын. Одиноких прохожих за редкие встречи любя, ты дарила мне город, уже подаривший тебя. Я живым выходил из огня, и удача любила меня. Я по-русски бывал, окутил, прожигал то, что годы копил. Милый дам, восторженный взгляд, замечал я, но был виноват. Мое сердце под снегом реза не полжизни назад. Мое сердце под снегом реза не полжизни назад. Сколько лет пронеслось, но и ныне пригрезится мне Твой обманчивый образ в замерзшем рязанском окне. Я в толпе по привычке ищу синеву этих глаз. Их немного татарский разрез на славянский окрас. Никогда не забыть небеспечную эту пару И в морозную ночь поцелуй на холодном ветру И горячих сердец учащенные, да-да-да-да Мне отнять у меня никому ни за что никогда. Я живым выходил из огня, и удача любила меня. Я по-русски бывал окутил, прожигал то, что годы копил. Милые дамы, восторженный взгляд, замечал я, но был виноват. Мое сердце под снегом реза не полжизни назад. Мое сердце под снегом реза не полжизни назад. Мое сердце под снегом реза не полжизни назад. Итак, мы снова в нашей студии. Сегодня у нас в гостях автор-исполнитель Дмитрий Лорин. Дмитрий, прежде всего хотелось бы у вас узнать, когда вы заинтересовались авторской, ну или бардовской песней, чем она вас так привлекла и когда, собственно говоря, гитару в руки взяли? Вы знаете, здесь произошло скорее наоборот. Я вначале начал писать песни, потом познакомился с бардовской песней, с бардовским движением и вдруг понял, что это величайшие люди, которые пишут замечательные, красивые вещи и что для меня было бы честью стать частью этого движения. Начали писать, почему? Какое-то событие в жизни случилось, свое первое стихотворение помните? Нет, конечно, я его не помню, потому что оно было где-то на уровне 5-6 лет. Оно осталось только тем, что я шокировал этим своих родителей, потом свою учительницу, ну и, конечно же, своих первых слушателей, мой класс. Да, все. Шокировали в хорошем смысле это слово? Да, учитывая то, что это была сельская школа, шокировал тем, что у меня хотелось бы, хотя бы получилось сделать рифму на окончании. На кого из поэтов-то вы равнялись? Кто для вас, может быть, ну не кумиром, но таким авторитетом был, которого вы любили? Ну, классики наши, наверное, российские или русские? Насчет классиков. Да, я любил и классиков почитать. Еще в детстве действительно я читал. И учился я хорошо. И по литературе у меня всегда была пятерка. Но я старался все-таки слушать что-то новое. Думаю, что Высоцкий в моей жизни сыграл именно песнями. И то, что я в песнях, прежде всего, слышал его литературу, сыграло большое влияние. Также была «Атаку Джава». Была у меня пластинка. Родители вот купили пластинку. Понравился мне «Атаку Джава». Андрей Макаревич в его раннем творчестве тоже очень многое дал мне как толчок. Сказать, что я старался быть на них похожим? Нет, не старался. Если получалось, честное слово, не специально. Ну что ж, давайте еще очередную Вашу песню послушаем и дальше продолжим наш разговор. В моем подъезде он жил. Квартира чуть выше, с краю. Я с ним не так, чтоб дружил. Соседи и не выбирают. В конце рабочей недели пиво купив по кружке. За разговором сидеть случалось в одной пивнушке. Он говорил, что мы есть никто и о нас не вспомнят. А он мечтает иметь квартиру, где десять комнат. Машину, белую яхту, личный кусочек края. А я ему говорил, что счастлив во сне летая. Не разменялось бы по мелочам, Право уснувши летать по ночам, Будто душа рождена для полета, Будто пристегнуты крылья к плечам. На трех работах сосед трудился, бахал и шачил. Хотел пробиться, пробился, быть не могло. Иначе квартира, яхта, машина и никого не грабил. Всего того, что достичь хотелось, достиг и забил. Мне про него рассказала сегодня соседка снизу, Что он лодыжку сломал, зачем-то шагнув с карниза, Крича из то, что срывая голос на верхней ноте. Так вот в чем прелесть падения на земя на полете. Не разменялось бы по мелочам, Право уснувши летать по ночам, Будто душа рождена для полета, Будто пристегнуты крылья к плечам. Не разменялось бы по мелочам, Право уснувши летать по ночам, Будто душа рождена для полета, Будто пристегнуты крылья к плечам. Не разменялось бы по мелочам, Не разменялось бы по мелочам, Не разменялось бы, не разменялось бы, Не разменялось бы по мелочам. Мы возвращаемся в нашу студию. Дмитрий, скажите, песни, которые вы сами стали снять, вернее, музыку, никогда не хотелось ли осовременить авторскую песню? Вы знаете, сейчас авторская песня настолько она разная, настолько она современная, но это, опять же, молодые исполнители, которые приходят в эту авторскую песню. К сожалению, я должен отметить, что их всё меньше и меньше в бардовском движении, но они есть и, надеюсь, никогда не иссякнет вот этот ручеёчек. И я считаю, что они и так современные, и так есть у них даже чему поучиться. Я 30 лет пишу эти песни, а слушаю их, понимаю, что вот эту вот песню, я бы от неё не отказался. Хочу спросить у вас о теме в вашем творчестве, то есть в вашей поэзии. Вот сами выделяет ли для себя какую-нибудь главную? Какая главная тема в вашем творчестве? Я не могу сказать, что я беру тему и о ней пишу. Не могу так сказать. Скорее, я рифмую те случаи, которые в жизни меня тронули. Практически все мои песни – это зарифмованные рассказы моих знакомых, ну или что-то, может быть, произошло со мной. Захотелось это срифмовать, и получилась песня. Я вернулся после рейса, и обнял свою жену. Закурил и краем глаза, и ей за вырез заглянул. И в глазах моих темнеет, и язык зубам прирос. На груди жены синеет, и красуется засос. На вопрос супруга слезы, и кричи, что я дурак. Это вовсе не засосы, а обыденный синяк. Извиняюсь за предъявы, я и правда дурачок. Только в пепельнице с краю неопознанный бычок. Мне жена имел бы бошку, ерунды не говорил. Нам отец занес картошку, выпил кофе, покурил. Извиняюсь за предъявы, я действительно болван. Но только тесь мой курит я ву, а бычок отвезен ван. Ты глядишь, какой фондорин, извиняюсь, дело шьет. В нем, как в аненкином заборе, по прорехе напролет. Право слов подзабавил, помнишь, друг твой заходил. Пачку Винстана оставил, а я свою забыл. Он один вокруг курит эту марку сигарет. Я молчу, и к этой дуре у меня вопросов нет. Хочешь плачь, а хочешь смейся. Друг и вправду заходил, но... Но я утром перед рейсом эту пачку захватил. Сквозь комок застрявший в глотке через тяжесть на душе. Эй, жена, плясни мне водки, крикну, как на кураже. Мы душевно посидели и отправились ко сну. Не терять же в самом деле, друг отец, твоей жену. Не терять же в самом деле, друг отец, твоей жену. Итак, мы вновь в нашей студии. Дмитрий, давайте теперь поговорим о фестивальном движении. Как оно... Потому что я знаю, что вы достаточно активно участвуете. Вот оцените, пожалуйста, вот фестивальное движение, так сказать, по всей России. Потому что я знаю, там, счет фестивалем идет все-таки на десятки, а может быть даже на сотни. И вот в нашей Рязани, в Рязанской области, как это движение, насколько сейчас популярно и массово. Я хотел бы начать со второго вопроса. Он все-таки для меня, знаете, так, более близок, более болезненный, более жизневажный он для меня. Я не могу сказать, что пошло движение фестивальное на спад. Потому что у всякого движения есть и взлеты, и падения. Но у Рязани есть счастливый ангел-хранитель в лице моего друга, я бы не побоялся даже сказать, учителя в чем-то, Евгения Викторовича Сапферова. На нем, мне кажется, держится это движение. И чем могу, я ему всегда помогу. Потому что, как говорится, ниточку можно, конечно, намотать в катушечку, но лучше это сделать на веретенце. Я не знаю, что значит осовремененная авторская песня. Просто не понимаю этого. В фестивале авторской песни называется все, все сейчас. Ведь нигде не это движение почему-то бардовское, а фестиваль-то авторской песни. То бишь, считаешь ты себя бардом, не считаешь ты себя бардом, приезжай, пой. Гитара открыта, микрофон открытый, пройдешь через сито отбора, пожалуйста, на сцену. Все фестивали, ну вы знаете, я не могу сказать, что я был на многих фестивалях. Я был на паре десятков, скажем так. Везде это замечательное действие, везде это всегда общение с литературой, с интересными людьми. Если кто-то из них не хочет себя признавать бардом, я их понимаю. Я пойду всегда им на уступ. Пусть это будет автор. Ну что ж, давайте вот как раз вашу авторскую песню очередную мы с вами послушаем. В детстве забот не с честь, прятки или хоккей, Но постоять за честь, многих забот важней. В детстве легко дружить, Но на троих детин Спину мою прикрыть Вышел лишь он один Только один, только один, только один Только один, только один, только один Юности яркий миг Гладко не стелится Видимо, на двоих Сердце не делится Словно осенний дым Тает в листве осин Та, что уходит с ним Я уходил один Только один, только один, только один Только один, только один, только один Лезу из кожи вон Главной задачей Мне институт А он В точку горячую Вместе со мной сдавал Но тем не менее Не добирает бал На зачисление Только один, только один, только один Он одиночными бил Целестно вероника Мог, но не отходил Помощь была близка Думаю, мой дружок Мог бы даже и засидим Ему еще рожок А у него один Только один, только один Только один Только один, только один Только один В мельницах бытия Друга ворота вещей Дети, жена, семья Куча товарищей Но понимаешь, вдруг Не осознав причин Что настоящий друг Был только он один Только один, только один Только один Дмитрий, давайте еще немножечко поговорим о вашем творчестве У вас есть песни Можно назвать лирические, философские Песни такие шутливые Есть такое шутливое отношение к деньгам Я вот так вот посмотрел К материальным ценностям Вот откуда такое, так скажем, отношение у вас к жизни Вот к сегодняшней капиталистической выработалось? Я не могу сказать, что вот у меня шутливое отношение к деньгам Нет, у меня, скажем так, просто равнодушное Есть они или нет В принципе, на моем счастье Это никак не отражается Это отражается на моем уровне достатка Но никак не на таком Ну, так вот, изюмерном понятии, как счастье Спроси, что это такое, никто не может сказать Так вот, деньги на него, оказывается, никак не влияют В моей жизни было так, что я зарабатывал хорошие деньги Были в моей жизни такие моменты, когда зарабатывать не получалось вообще То бишь, какие-то, ну, копейки И всегда у меня получалось писать песни Наверное, если все-таки держишься за песни Да, деньги это играют вторую роль Вторичную роль в жизни Для тебя от рождения все включено Твое детство, экскурсия в рай Я по жизни в нужде, но тебе все равно Не завидую, ты так и знай За твоими плечами университет Ты имеешь престижный диплом У меня лишь расшатанный иммунитет От того, что всю жизнь за рулем Но там, где судьба моя Так не похожа на твою Не завидую, я тебе не завидую Там, где судьба моя Пересечет судьбу твою Не завидую, я тебе не завидую Ты высокий, красивый, я корявый урод Твоим женщинам нету числа Я пытаюсь скушиться двенадцатый год Той, которая мне родила У тебя миллионы приятных забот Я копаюсь в грязи и пыли Ты имеешь свой бизнес и банковский счет Я обычно сижу на мели Но там, где судьба моя Так не похожа на твою Не завидую, я тебе не завидую Там, где судьба моя Пересечет судьбу твою Не завидую, я тебе не завидую Ты на красном ферраре с блестящим конем Не менял свои тачки не раз Я наемный шофер и когда за рулем Подо мной лишь раздолбанный крас Я из банки хлебал разведенный сироп Ты потягивал кофе-глиссе Когда наши машины столкнулись Лоп-лоп на одном безымянном шоссе И там, где судьба моя Пересечет судьбу твою Не завидую, я тебе не завидую Там, где судьба моя Так не похожа на твою Не завидую, я тебе не завидую Там, где судьба моя Там, где судьбу твою Не завидую, я тебе не завидую Там, где судьба моя Там, где судьбу твою Не завидую, я тебе не завидую Чем сейчас спланируете заниматься Вот в этом году Ну, уже, по-моему, год заканчивается Но, в принципе, вот в этом, что называется Сезоне творческом На что силы свои сейчас направляете? На запись песен? На сочинение новых песен? Может быть, диск какой-нибудь выпустить очередной? Да, так получилось, что моего желания Всегда, по большому счету Никто никогда ни в чем не спрашивает Потому что я никогда не трачу Ни денег своего, ни время На записи, на продвижение своих песен Обычно это делают люди, которым это все нравится Я им это отдаю на откуп И если они вдруг как-то нашли возможность Записать мой диск Они говорят, слушай, готовься Мы будем писать диск Вот буквально недавно Неделю назад, да, в Москве Прозвучали такие слова Что мои люди Которые ко мне хорошо относятся по-дружески Ну, и почему-то им еще нравятся мои песни Да Хотят Хотят помочь мне выпустить Мой второй диск Где ваши песни можно оценить? Я думаю, что в интернете есть песни Честное слово, ни одну не выкладывал лично Не знаю даже, как туда пройти Успехов, прежде всего творческих успехов Надеемся, что еще к нам в студию зайдете Когда-нибудь, если новые песни появятся Приходите, мы вас ждем Пьяный художник танцует мазками Кровью рисует цветы Словно безбожник Зажатый тисками Бедности и нищеты Краски исписаны, сломан Треножник, комната с видом на двор Жизнь в перекосах При звании художника Это всегда приговор Не осуждайте, пожалуйста, строго Тех, кто сейчас намели В каждом художнике страсти Ван Гога В каждом безумство дали Им равнодушие, выстрелы в спину Принципы жизни просты Там, где ты не покупаешь картины Кто-то рисует цветы Там, где ты не покупаешь картины Кто-то рисует цветы Все это было Надежда, влюбленность Боже, отчаяние, боль Вдруг оказалось, что неоцененность Может лечить алкоголь Выпивка кончилась Время за полночь Верно слуга красоты Чтобы унять непонятную горечь Кровью рисует цветы Не осуждайте, пожалуйста, строго Тех, кто сейчас намели В каждом художнике страсти Ван Гога В каждом безумство дали Им равнодушие, выстрелы в спину Принципы жизни просты Там, где ты не покупаешь картины Кто-то рисует цветы Как он неистов, никто не расскажет Как вдохновенно творит Но на холстах, что висят в орбитаже Подпись его не стоит Как утончен, но он видит натуру Как подмечает черты Истинный мастер любую халтуру Светит лучом красоты Не осуждайте, пожалуйста, строго Тех, кто сейчас намели В каждом художнике страсти Ван Гога В каждом безумство дали Им равнодушие, выстрелы в спину Принципы жизни просты Там, где мы не покупаем картины Кто-то рисует цветы Там, где мы не покупаем картины Кто-то рисует цветы Пьяный художник танцует мазками Кровью рисует цветы Словно безбожник Зажатый тисками бедности и нищеты Краски исписаны, сломан треножник Комната с видом на двор Жизнь в перекосах, призвание художника Это всегда приговор По воде идет мужик Аки по суху Закрывает светлый лик Черным посохом А толпа на берегу Сомневается Как принять того, кто так появляется По колену в череде И предвзятости Говорят, что по воде Ходят к святости Но сжимает посох странной Рука его Уж не знак ли окаянный лукавого Ой, да Свято чудо или в перьях Благодать И знак или невзгоды Ой, да А то не Палестины берег Ой, да А то не Орда на воды По воде идет мужик приближается Взбудоража на народ завещается Глупокаркой, а лихими воронами Эх, сравнить бы его рожу с иконами Кто-то высказал свое опасение Кто-то вдруг заголосил про спасение Суетясь креститься стал Чтоб унять и вступ Кто-то камень подобрал Пригодится вдруг Ой, да Свято чудо или в перьях Благодать И знак или невзгоды Ой, да А то не Палестины берег Ой, да А то не Орда на воды По воде идет мужика нелегко ему Да и люди все трактуют по-своему Поделились меж собою Да неспроста То миссию Фитис в нем То антихриста И у каждого свои возражения И того глядит И дойдет до сражения Если правду защищая Сермяжною Увлекутся и рванут В рукопашную Ой, да Свято чудо или в перьях Благодать И знак или невзгоды Ой, да А то не Палестинный берег Ой, да А то не Орда на воды По воде идет мужик А у берега На какой-то миг скользнула Его нога Рухнул в реку мужичок А уж из воды Вылез местный дурачок Ванька тронутый Ну нашел себе чудак Развлечение Две ходули Подхватило течение Хохотали всем народом А потому Не досталось тумаков Дурню глупому Сколько лет прошло Но я не буду Случай Этот общей меркой Мерить От того ли не случилось чудо Что не все в него готовы верить Что не все в него готовы верить А то не Палестинный берег А то не Орда на воды Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok